Интересные факты. ТОП-10 малоизвестных аварий на АЭС и утечек радиации. Мы панически боимся аварий на атомных электростанциях. Память о Чернобыле до сих пор не стёрлась и вряд ли сотрётся. А ведь были ещё аварии на Тримай-Айленд, Фукусиме и множестве других, не столь известных объектов, но при этом также разрушительные и смертоносные. Часть из них правительственные организации пытались скрыть, чтобы не распространять панику, но информация имеет свойство утекать быстрее, чем радиация. 1. Авария на SL-1, опытной АЭС в Айдахо, США, случилась 3 января 1961 года. Три работника станции занимались присоединением стержней регулирования к механизму привода, когда произошёл взрыв. Двое операторов погибли на месте, третий скончался немногим позже. Тела пришлось хоронить в сенцовых гробах, столь высок был уровень их радиации. 2. Утечка в Чорч-Рок, Нью-Мексико, США, 16 июля 1979 года. В районе этого небольшого городка когда-то располагались крупнейшие шахты по добыче урана в стране. Радиоактивные отходы были помещены в хвостохранилище. Во время аварии плотина, огораживающая зону, разрушилась и в реку Пуэрко смыло около 94 миллионов галлонов загрязнённой воды и более тысячи тонн твёрдых радиоактивных отходов. Уровень радиации в реке превысил норму в 6000 раз. Но, несмотря на просьбы местных жителей, область Чорч-Рок так и не объявили опасной зоной. 3. Авария на реакторе NRX, Канада, 12 декабря 1957 года, произошла из-за ошибок при конструкции экспериментальной системы охлаждения стержней, а также неверных действий операторов. В результате перегрева часть топлива расплавилась. Каландербак с тяжёлой водой лопнул в нескольких местах и произошла утечка. Вода затем была слита в поле для сбросных вод и, к счастью, никто не пострадал, хотя до настоящей катастрофы оставался лишь шаг. 4. Утечка радиации после взрыва бомбы Бэйнбэрри на Невадском испытательном полигоне, США, 18 декабря 1970 года. Проводились вполне обычные подземные испытания бомбы мощью в 10 килотонн, как вдруг из открывшейся трещины воздух на 90 метров взметнулся фонтан радиоактивной пыли и газа. От утечки радиации пострадали 86 испытателей, двое из них годом позже умерли от лейкемии. 5. Катастрофа на металлообрабатывающем заводе от Черенокс, Испания, май 1998 года. Источник Цезия-137 каким-то образом затесался среди металлического мусора, незамеченный детекторами. Завод переплавил его, и в атмосферу оказалось выброшено радиоактивное облако. Результат – 40 кубометров загрязнённой воды, 2000 тонн радиоактивного пепла, 150 тонн загрязнённого оборудования. Очистка завода обошлась компанией в 26 миллионов долларов. 6. Землетрясение неподалёку от АЭС Касивадзаки Карива, Япония, 16 июля 2007 года. Данная АЭС – крупнейшая в мире, при этом расположенная в отнюдь небезопасной зоне. Землетрясение нанесло станции значительный ущерб, что вылилось в утечку радиоактивной воды и пыли за пределы АЭС. Часть воды смыла в море. Убытки составили около 12,5 миллиардов долларов. 7. Авария на атомной подлодке К-431, бухта Чамжа, СССР, 10 августа 1985 года. В результате несоблюдения техники безопасности при перезарядке активных зон реакторов и прохождении рядом с подлодкой торпедного катера произошёл мощнейший тепловой взрыв. Десять матросов и офицеров погибли мгновенно, а пожар пришлось тушить людям без подготовки и защитных костюмов. В результате число пострадавших достигло почти 300 человек. На дне бухты сформировался очаг радиоактивного загрязнения, а ось радиоактивных осадков вышла к морю на побережье Уссурийского залива. 8. Авария на заводе Рокки Флэтс, Колорадо, США, 11 сентября 1957 года. Завод производил оружейный плутоний и детали для производства ядерных боеприпасов армии США. Во время крупного пожара загрязнённые участки пытались тушить обычной водой, вследствие чего более 100 кубометров воды утекло в местную канализацию. Столб радиоактивной пыли поднялся на высоту около 50 метров, достигнув города Денвер, располагавшегося неподалёку. До закрытия завода в 1992 году произошло около 200 утечек радиации, но несмотря на это предприятие продолжало расширяться, а факты о проблемах замалчиваться. 9. Авария на Сибирском химическом комбинате, Северск, Россия, 6 апреля 1993 года. Взрыв на радиохимическом заводе разрушил один из аппаратов по экстракции урана и плутония, в результате чего те были в огромном количестве выброшены в атмосферу. Загрязнению подверглись леса к северо-востоку от завода, соседние промышленные площадки, сельхозугодья. Пострадало около 2000 человек. 10. Авария на полигоне Санта-Сусанна, США, 13 июля 1959 года. Полигон, расположенный около Лос-Анджелеса, служил для испытаний частными компаниями ракетных двигателей для НАСА. Там происходило множество аварий, но худшей стала катастрофа, в результате которой частично расплавился крупнейший реактор на всём полигоне. Чтобы предотвратить взрыв, радиоактивный газ был выпущен в воздух, причём ремонтные работы и утечка газа продолжались несколько недель. До 1979 года инцидент старательно замалчивали. Подписывайтесь на канал ЛТДНИСФАКС, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!